друзья всем привет меня зовут наталья носова и я отвечаю на ваши вопросы сегодня я отвечу на вопрос мирославы кто из детенышей рождается слепым кто зрячим и с чем это связано ну давайте начнем с птиц по типу своему развития птицы делятся на две такие серьезно отличающиеся группы это птенцовые и выводковые таким классическим премьером птенцовых птиц является например воробьиные у них мелкие яйца у них достаточно короткий инкубационный период и поэтому за время инкубации у детеныша у птенца не успевает сформироваться например органы чувств и детеныши рождаются слепыми и глухими они не покрыты перьями соответственно у них нет нормальной терморегуляции и родители должны все время согревать и у таких птиц часто заботу о потомстве проявляют оба родителя потому что забота очень длительная очень сложная да то есть надо и обогревать птенцов и постоянно их кормить для того чтобы они росли и постепенно приобретали все черты которые необходимы взрослому животному потому что рождаются они абсолютно беспомощные выглядят довольно жалко что касается выводковых птиц ну к ним например относятся куриные да наш например домашняя курица тоже в том числе утины относится тоже к выводковым у них во первых довольно крупные яйца в этих яйцах крупный желток а желток это питательные вещества для зародыша кроме того у них довольно длительный инкубационный период за время которого птенец успевает достаточно хорошо сформироваться и когда птенец вылупляется из яйца он уже и покрыт перьями сверху но такими детскими пуховыми перьями он уже зрячий он уже хорошо слышит и еще у этих птенцов есть такая интересная реакция следования они следуют за первым предметом который они своей жизни увидят такое явление в науке называется импринтингом то есть они запечатлевают первый движущийся объект считают его с моей матерью и следует за ним куда бы она не пошла вот и соответственно буквально через пару часов после своего вылупления из яйца эти птенцы едва обсохнув уже готовы следовать за матерью готовы самостоятельно питаться и реагировать на сигналы матери как правило это какие-то сигналы которые она подает голосом и в случае необходимости либо прятаться если рядом появилась опасность либо следовать за ней среди выводковых птиц пожалуй самые удивительные являются сорные куры но надо сказать что сорные кур удивительные существа самцы сорных кур для того чтобы вывелось их потомство строить настоящие такие сложные инкубаторы они делают углубление в земле дальше они туда стаскивают всякие листовой опад и прочую всякую гниющую растительность при гниении растительность выделяет тепло и это действительно такой прекрасный инкубатор в котором самцы сорных кур очень умело поддерживают постоянную температуру порядка 33 градусов цельсия это самая оптимальная температура для развития яиц самки откладывают в эти инкубаторы в эти вот мусорные кучи откладывают яйца и дальше покидают самца никак дальше не проявляя заботы о своем будущем потомстве а самцы же внимательно следят чтобы яйца развивались при нужной температуре и когда из яиц вылупляются птенцы птенцы абсолютно самостоятельно они уже абсолютно хорошо сформированы кстати благодаря довольно длительной инкубации также благодаря тому что у этих птиц самый большой объем желтка у некоторых видов сорных кур желток может занимать 70 процентов вообще всего объем яйца это очень много соответственно много питательных веществ для развития зародыша вот и когда птенцы вылупляются из яиц вылезают из этой сорной кучи соответственно никто о них дальше не заботится они в общем-то в такой заботе и не нуждаются они абсолютно самостоятельно они какое-то время держатся грубками но очень недолго и быстро переходит к абсолютно самостоятельной жизни есть еще так называемые полу выводковые птицы ну например совы усов птенцы вылупляются уже полностью покрыты пухом это пока еще тоже детской детский такой временный наряд но при этом они слепы но с птицами надеюсь мы разобрались давайте подумаем что же в конце концов у млекопитающих начнем с себя мы с вами тоже млекопитающие и если сравнивать нас птицами мы наверное с вами тоже птенцовые да потому что у нас дети рождаются довольно беспомощные очень долго зависит от родителей не то чтобы они были незрячими совсем нового зрения у младенцев еще не до конца сформировано и видят они все таком очень размытом виде к тому же ведь это не все вверх ногами то есть должно пройти какое-то время для того чтобы все таки до конца органы чувств сформировались том числе зрение и чтобы ребенок смог нормально видеть ну и наши детеныши согласитесь не в состоянии через пару часов после рождения следовать за своими родителями как например утята или цыплята и уж тем более самостоятельно разыскивать пищу вообще на самом деле мы с вами все-таки существа интеллектуальные да как и некоторые животные и вот чем более интеллектуальное существо тем дольше должно быть детство и тем дольше должны детеныши зависит от своих родителей у слонов очень длительное детство да ну и например у человекообразных обезьян вот таких например как шимпанзе или орангутаны детеныш 5-6 лет зависит от матери вот это в общем согласитесь довольно длительное время в это время еще продолжает созревать и формироваться мозг и в это время наилучшим образом происходит обучение детеныша здесь важно не только вырастить выкормить спасти от опасностей укрыть случае непогоды но важно еще и научить научить каким-то очень важным вещам которые впоследствии детенышу пригодятся в жизни если говорить о других животных то как у них есть животные у которых как и у птиц выводковых детеныши появляется на свет уже вполне с такими сформированными и самостоятельными ну например у копытных там детеныш тоже рождается и буквально через короткое время через несколько часов он стоит встает на свои трясущиеся ножки и уже может двигаться вслед за матерью какое-то время он еще будет питаться материнским молоком у разных видов этот промежуток времени разные но тем не менее он видит он слышит он покрыт шерсткой сверху и в общем-то вполне такой зрелый и самостоятельный а есть детеныши которые рождаются совсем беспомощными и требует довольно длительной заботы если мы вспомним с вами например каких-нибудь мышевидных грызунов у них рождается множество детенышей эти детеныши слегка может быть покрыта шерстью ну а то они тоже слепы и глухи и нуждаются заботе или там например щенки или котята которых с вами уже говорили в одном из наших видео они тоже нуждаются в постоянной заботе довольно долго и мать заботиться о них тщательно их вылизывает кормит их следит чтобы с ними ничего плохого не случилось ну и есть такие мы с вами говорили о плацентарных млекопитающих до которым мы с вами относимся а есть еще сумчатые например животные и у сумчатых животных развитие происходит совершенно особенно но во первых них очень короткий период беременности у опоссума он составляет всего-навсего 21 день но если сравнить у мыши 20 дней то есть почти как у мыши а а например у слона 660 дней даже сложности такое представить вот поэтому детеныши у сумчатых животных рождаются практически неразвитыми эмбрионами представьте что у гигантского кенгуру это огромное животное если она станет на задние лапы она будет высотой 2 метра так вот беременность длится 39 дней всего-навсего зато детеныш он похож на фасолинку или червячка и достигает в длину всего два сантиметра в общем действительно это скорее эмбрион чем нормально сформированный детеныш у него нет задних конечностей передние у него есть почти незаметные едва видимые и нужны они ему для того чтобы заползти в сумку к матери и добраться до соска чтобы прикрепиться к нему и какое-то время там заниматься лишь тем чтобы питаться этим молоком и постепенно расти и развиваться у него не только не развиты глаза и зрение но и вообще все остальные системы и органы тоже пока еще не развиты вот так что на самом деле как вы видите все бывает по-разному и все зависит конечно от многих причины тут трудно понять где причина где следствие в одном случае детеныши действительно абсолютно самостоятельно практически и почти не нуждаются в заботе или нуждаются в очень коротком периоде заботе в другом случае детеныши совершенно беспомощные и нуждаются в длительной родительской заботе тепле и ласке ну а каких животных вам бы еще хотелось узнать пожалуйста присылайте нам свои новые вопросы мы с удовольствием постараемся найти на них свой ответ и приходите к нам музей у нас замечательно у нас интересные выставки у нас красиво прохладно и можно с пользой и приятно провести свое время всем пока